Сказать, что, конечно, про вот этот вот новый феномен, наверное, в каком-то смысле, да, в международной политике, как ИГИЛ, государство построено на человеческой жестокости, на отрицании всего, что является нормой, там, для западного мира, и во многом на отрицании того, что является нормой для многих стран региона и мусульманских. Это, так сказать, эта история активно сейчас и изучается. Я, честно говоря, не слышал про, даже если половина из того, что показано, это по-настоящему, а я не слышал про постановочные съемки. Мировые центры культуры разрушены. Чего там? Какие там постановочные съемки? Можно приехать, посмотреть, что там осталось, те, что освободили. Они стреляют народ без разговоров, дети взрывают людей. Это форма воспитания, это форма внедрения в сознание подростков, так сказать, этого пути. Когда человек с 12 лет начинает убивать, у него меняется абсолютно голова, для нас это совершеннейшая дикость. Я недавно читал в Огоньке очень большой материал по поводу того, в чем, собственно говоря, уникальность ИГИЛ, как они планируют развиваться, что будут делать арабские государства Востока и так далее. Почему ИГИЛ это больше, чем Аль-Каида или больше, чем Хезбалла и другие шиитские или суннитские террористические группировки? Да, ИГИЛ, во-первых, он привнес два, стоит на двух очень мощных столбах, которых нет у чисто террористических группировок. Во-первых, это халифат на земле. На земле. Не мученическая смерть на небе. Взорвался из там, сколько там, 40 девственниц и прочее. Нет, это здесь они строят шариатское большое государство здесь на земле. И это привлекательно для мусульман, в том числе и западных стран, которые приезжают в силу разных причин. И это, во-вторых, это в общем источники собственного финансирования. Это огромное количество, достаточно большое количество нефти, которую они в черную экспортируют там по разным путям, с захваченных территорий. Это, между прочим, так как они привлекли много, это идеологически спаянная история. Они привлекли огромное количество европейских и американских специалистов, ну, европейских в первую голову. И не только европейских туда же поедут, но и Пакистан, но образованные люди. Я вот о чем. Да, и они, у них действует банковская система и система образования. То есть, они строят государства. На это не придало ни Аль-Каида, ни Хазбалла, по большому счету, на это не претендовали. И другие там известные террористические государства. Такого никогда не было. Но, сказать откровенно, насколько я понимаю ситуацию, я не специалист по Ближнему Востоку, что на самом деле для мира и для региона куда большую опасность представляет Иран со снятыми санкциями. Потому что рассчитывать, там я читал это соглашение, и многие эксперты говорят, что оно все дырявое насквозь. Что для Обамы, да, это победа, и это счастье для Ирана, потому что у них 100 миллиардов долларов сразу замороженных денег на счетах. У них огромный, прогнозируется инвестиционный бум, 500-700 миллиардов за 10 лет инвестиций. Мы о таких даже и не мечтали. Туда придет. У них очень высокая технологическая база. У них масса ядерных объектов, которые не попали в санкционный список, и где не будет инспекции. И более того, Иран это лидер шрицкого мира. Шрицков всего 10%. Иран это государство, которое спонсирует и спонсировало многие террористические группы. Да, сейчас они вместе, я уверен, что Саудовская Аравия, Иран и все вместе взятые, они, значит, там ИГИЛ в какой-то момент и каким-то образом усмирят. Там очень много хитросплетений внутри, надо в них разбираться. Но дальше начнется огромная серьезная война в регионе. И сейчас просто была подложена финансовая база под будущий сумасшедший конфликт, который, естественно, в случае, когда речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, и как суннитских оплотов, и Иране как шрицкого центра. Да, единственное, все шрицкие образования государства, где эта доминирующая форма, они к нему, естественно, тянутся. Что это как раз, это залог будущей мировой войны, она начнется отсюда. Это такая бомба туда зарыта. Вот, вот что я думаю. Обсуждать этих извергов, я, честно говоря, для меня это дикость. И с точки зрения, я даже могу, как есть с точки зрения RealPolitik, что говорят, я могу даже оправдать эти гигантские средства, которые уходят в Чечню и там разворовываются, понятно кем. Просто потому, что вот я вижу Кадыров, вот 20 тысяч его головорезов, которые, так сказать, я уверен в планах Кремля, именно они, если что, противовес игиловским попыткам зайти сюда. А уже сейчас был предотвращен теракт в Узбекистане, Таджикистане, они через это будут заходить на Кавказ. Более того, собственно говоря, один из главных генералов, это рыжая борода, которого зовут, который возглавляет северную армию Гила. Там второй человек, второй, третий человек в организации, он родом из Панкистского учили. Он чеченец, выросший как бы на грузинской территории на Панкисте, это сплошные мусульмане. Он оттуда потом, через Австрию, где он жил жизнью, до обычного бюргера, переклинило, ушел туда, сейчас он один из главных головорезов. И он лично, личный враг Рамзана Кадырова, у них публичная перепалка, он сказал, что он приведет с собой 200 тысяч маджахедов, и они вырежут там весь наш мусульманский Кавказ. Я думаю, что это художественное преувеличение, но тем не менее проблема, безусловно, существует, она будет развиваться, об этом и Лавров говорил. И в данном случае Чечня и Кадыров могут стать как формальным, официальным, так и неформальным, потому что понятно, что там много всего неформального, барьером для проникновения этого в Россию. Потому что у нас же есть еще и очень умеренные, и в общем наши внутренние мусульманские республики Башкирия, Татарстан.